Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях начальник правового отдела Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Мусаев Вахар Русланович. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, в чем состоит специфика работы правового отдела? Сотрудники Московского областного УФАС представляют интересы в арбитражных судах трех инстанций. Когда поступает жалоба на ненормативный акт, который мы выпустили, это решение, постановление, предписание, предупреждение, мы готовим позицию на жалобу, указываем, в связи с чем ненормативный акт соответствует норме права и подаем отзыв в суд первой инстанции. В случае, если суд первой инстанции нам отменяет наше решение, постановление, предписание, предупреждение, тогда мы его обжалуем в суде второй инстанции в апелляции, либо в касации, готовим, соответственно, апелляционную жалобу, либо касационную жалобу. А много таких отменных решений? Вот в отношении, безусловно, именно сотрудников правового отдела, да? То есть, работы в целом, да, федеральные антимонополитные службы? Мы представляем интересы, во-первых, всего управления, все ненормативные акты через нас проходят, в случае, если они обжалуются, мы представляем интересы, в любом случае, и соотношение примерно 10% у нас отмененных от 100%. То есть, в общем-то, с вами сложно поспорить? Ну, редко, просто отменяют, отменяют, как правило, когда допускаются процессуальные нарушения, а так, как правило, вынесенные ненормативные акты соответствуют действующему законодательству. В последнее время количество обращений от юридических, физических лиц увеличилось, возросло, или все-таки, ну, примерно в одной динамике находится? В связи с ситуацией по коронавирусу был резкий всплеск, то есть, определенное время суда не работали, там, в апреле, мае, после этого был большой бум по жалобам, и мы, конечно, все сотрудники правового отдела, включая начальника, зависали в судах, можно сказать. Практически, наверное, не выходили? Да, практически не выходим. Но как-то удалось уже, вот сейчас? Сейчас более или менее ситуация стабилизировалась. Да, в посреднем 30 процессов в неделю у нас проходит на 5 сотрудников. Но все-таки достаточно внушительная сумма. Вахар Усанович, чем связано такое большое количество исков на решение антимонопольного органа в рамках закона о контрактной системе? В рамках 44 закон о контрактной системе управление рассматривает жалобы, которые поступают на закупки действия заказчика и на документацию, допустим, жалобы могут поступать. И комиссия принимает решение по жалобе устанавливать действия заказчика нарушения, либо не устанавливает таких нарушений. И также мы включаем, комиссия включает в реестр недобросовестных поставщиков, либо не включает на 2 года. Ну, естественно, когда юрлицов, которые участвуют в закупках стабильно, включаются в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года, оно в любом случае идет оспаривать это в суде. Как правило, юрлицы считают, что заказчик неправомерно, допустим, в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта с заявителем и направил информацию в ФАС. Либо оспаривают отдельно действия заказчика, считают, что он поставил услугу, выполнил работы надлежащим образом. И если в суде это установят, тогда суд отменяет решение управления, к примеру. Также заказчики часто не соглашаются с решением о том, чтобы юрлицо мы не включали в реестр недобросовестных поставщиков. Это связано с тем, что они бывают недовольно поставленной услугой, они приняли решение, направили в ФАС. И вот до конца держатся на своей позиции, можно сказать, о том, чтобы включить юрлицо и лишить его возможности участвовать в закупках на 2 года. В принципе, это не ограничивает в общем его экономическую деятельность юрлица. Но репутация уже подпорчена. Но в закупках по 44-му он не может участвовать, если заказчик установит в документации, что лицо, включенное в реестр недобросовестных поставщиков, не может участвовать в закупке. Как правило, все это стандартно устанавливается, соответственно, он не может в закупках участвовать, а дальше экономическую деятельность он может осуществлять. Поэтому для многих это весомая часть работы, поэтому они в любом случае идут в суд обжаловать. А заказчики не хотят больше видеть на своих закупках недобросовестных поставщиков. С другой стороны, это отличный способ оградить от недобросовестных. И будущих ошибок. Да. Какие решения антимонопольного органа также наиболее часто обжалуются? Ну, к примеру, у нас есть отдел по картелям, который устанавливает картельный сговор устный. На определенном рынке сговариваются одно или несколько юридических лиц. Для того, чтобы поддержать определенным образом цену на закупку, показывают, допустим, минимальное снижение. И при установлении такого нарушения, как картельный сговор, это 11 статья 135 Федерального закона о защите конкуренции, штраф достаточно большой бывает. В связи с этим, естественно, они идут обжаловать постановление о наложении штрафа. Как правило, в основном постановление обжалуют и решение обжалуют. Какова вероятность успеха? Картели мы отстояли на 100%. В этом году нет отмененных картелей. Это связано с тем, что само поведение, минимальное снижение на закупках. Сайт закупок, участники закупок понимают, я думаю, среди слушателей такие тоже имеются. Что информация публичная и, можно сказать, любой заинтересовавшееся лицом может посмотреть. И если мы видим, что два юрлица как минимум показали минимальное снижение, поддержали цену на 1-2%. При этом на других закупках они снижаются до 30%, до 50%. То это, как правило, означает, что они сговорились между собой, чтобы поддержать и по максимально высокой цене взять закупку. Вахар Русланович, граждане часто ставкиваются с рекламными смс-сообщениями и обращаются ли к вам с данной проблемой? Да, достаточно часто по смс-сообщениям к нам вращаются граждане. И любой, кто будет этим вопросом озабочен, может обратиться в Московское областное УФА с жалобой. Мы, соответственно, из последних моих дел по смс-сообщениям, это банки рекламировали свою услугу и предлагали выгодные условия в смс-сообщении. Почему эта реклама является недобросовестной, мы доказываем в суде, как бы то, что недобросовестный участник рынка, он указывает в смс-сообщении именно выгодные условия и не раскрывает всех... По пунктикам звездочка, да? И не раскрывает... Мелким шарифтом смотрите далее. Бывают ссылки на сайт, допустим, далее вы можете нажать по гиперссылке и посмотреть более подробно все условия. Но бывает, что без ссылки. Часто также встречаются смс-сообщения, допустим, из гипермаркетов, там «Пятерочка», там «Перекресток». Недавно у меня обжаловалась «Пятерочка», если я не ошибаюсь, поздравляла с днем рождения гражданина и предлагала ему скидку на ряд товаров. Соответственно, спиртные напитки и так далее, видимо, связанные с праздником. Вот. Ну, мы доказали, что предварительного согласия со стороны гражданина, который к нам пожаловался, они не получали. А если вы точно знаете, что... Именно оба смс-сообщения, да, уведомления. Да, вы должны четко обозначить свою волю на получение данного смс-сообщения. Даже если в общем каком-то контракте, договоре имеется этот пунктик, то вы по пункту получения рекламных сообщений должны отдельно расписаться, в моем понимании. И в понимании судов мы это доказали. Вот. Поэтому без предварительного согласия никто не должен распространять рекламные сообщения. А какова процедура? Насколько она проста? А вот если гражданина одолевают такими подобными смс-предложениями, уведомлениями, он ничего не подписывал, знает это точно. Вот каков регламент его действий? Что он должен предложить? Это сообщение. Вот как все это выглядит? Я видел сообщение. Ну, то есть... Ну, пишется жалоба, она же должна быть чем-то подкреплена? Как правило, отправляют скрины из телефонов, с почты и так далее. То есть, то, что гражданин сам обратился уже, это уже подтверждает сам факт того, что он получил сообщение. Далее мы уже вызываем стороны и, соответственно, получаем пояснение. Было направлено, не было. В связи с чем? Тем не менее, банки или другие предприятия, которые поступают подобным образом, не получив согласия гражданина, они, с одной стороны, раздражают его, в общем-то, за что и будут впоследствии наказаны, если будет это доказано, опять же, вашими сотрудниками. Они же ограничивают конкуренцию, именно поэтому этим занимается антимонопольный орган. Ограничения конкуренции в чем заключаются? Они, в отличие от добросовестных участников рынка, конкурентов, не распространяют рекламу без разрешения гражданина. А недобросовестный участник рынка идет на нарушение нормы права и без согласия распространяют рекламу, чтобы граждане обращались к нему за услугой. А все-таки вот таких в количественном выражении, таких вот подобных жалоб становится все больше? Ну, судя по тому, что СМС, недобросовестное СМС-оповещение и навязывание тех или иных рекламных услуг, оно, в общем-то, с каждым днем только увеличивается. Я бы не сказал, что обращений становится больше, я вот 6 лет работаю в управлении. То есть, может быть, просто не все знают, что антимонопольная служба в том числе занимается подобными вопросами, и, в общем-то, можно не только, наверное, привлекать оператора сотовой связи и просить его отключить рекламу. Реклама распространителя есть, рекламодатель есть. Соответственно, мы устанавливаем виновное лицо и наказываем штрафом. Ну, не знаю, по каким причинам граждане не обращаются. Может быть, считают, что... Ну, может быть, после сегодняшней программы телезрители услышат эту информацию, а жители Одинцово-Одинцовского городского округа возьмут это на заметку. Вот так можно просто и легко избавиться от навязчивой рекламы. Да. И причем находиться абсолютно в правовом поле. Да, так точно. Вахар Славнович, спасибо за интервью. Спасибо вам. До свидания. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания.